Украину впервые включили в престижный мировой каталог Международного совета детской и юношеской книги для детей с инвалидностью. В список 40 лучших произведений так называемой инклюзивной литературы попала книга Марка Ливина «Рики и дороги» о подростке с синдромом Аспергера, одной из форм аутизма. Книга была издана в 2017 году на украинском языке. Сейчас готовится ее перевод на английский. Юлия Башков встретилась с автором, чтобы узнать больше о книге. Каждая глава начинается с цифры, которая обозначает шкалу настроения главного героя. В конце книги они превращаются в кривую. Вот она идет вверх и резко обрывается. Это количество дней, которые он проводит в лесу. Это шкала настроения. 4, 5, 6, минус 4. Книга «Рики и дороги» о 14-летнем подростке Матвея. У мальчика с синдромом Аспергера. Это одна из форм аутизма, которую часто не диагностируют. Он пытается понять, что с ним не так и убегает в лес, где проводит несколько дней в полном одиночестве. Вот отрывок «наконец-то я в лесу». А если точнее, то в шалаше из веток и листьев. Дышу полной грудью. Пытаюсь выдохнуть все плохое и странное, что случилось со мной в последние дни. Чтобы написать о проблемах подростка с аутизмом, автор книги Марк Ливин общался с аутистами и их родителями. А еще писал о себе, так как у него самого в детстве были похожие симптомы. У меня тоже были проблемы в коммуникации. До определенного возраста мне было сложно общаться с людьми. Когда я писал эту книгу, я писал и о своих проблемах. Выговаривал все то, что у меня накопилось за всю жизнь. Книга «Рики и дороги» вышла в печать в 2017 году. Поэтому Марк Ливин даже не ожидал, что спустя два года она попадет в престижный в мире каталог Международного совета детской и юношеской книги для детей с инвалидностью ИБИ. Это неприбыльная организация Швейцарии, которую основали Эрих Кеснер, Лиза Тецнер, Астрид Лингрен. Раз в два года, начиная с 1997-го, ИБИ определяет лучшие примеры инклюзивной литературы со всего мира. «Инклюзивная литература появилась в Украине ещё 15 лет назад. Она прошла путь развития. И успех этой книги – это не случайность. Это закономерный процесс. Мы пришли к этой книге, которая прозвучала на весь мир. В чём её успех? Во-первых, это автобиографическая книга. Она очень искренняя. Про аутизм сложно писать, если ты не погружён в эту тему. И главное, в ней нет наставлений». Украинская книга впервые попала в список ИБИ. В перечень вошли 40 писателей из Франции, Италии, Соединённого Королевства Великобритании, Канады и Японии. «Нужно больше таких книг. Мы сейчас пытаемся купить права на издательство таких книг. Это очень тяжёлый и сложный процесс переговоров с западными издательствами. У них есть очень хорошие книги, например, для маленьких. Как стать супергероем аутизма, как помогать. Комиксы, чтобы дети принимали других людей без агрессии, чтобы не боялись их, понимали». В ближайшее время Марк Ливин планирует закончить перевод своей книги «Рики и дороги» на английский язык, чтобы её смогли прочитать как можно больше людей во всём мире. Юлия Башко, Дмитрий Борщ, Антон Куница, ЮЭТВ.